Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Второй сын не понял прелести Бонда и операция «Дружба», а не провалилась. Если сможешь придумать своему псу крутую кличку, то так уж и быть приглашу тебя в гости. И вот почему я принесла с собой секретное оружие. Вчера я попросила папу сделать новую семейную фотографию, но на этот раз уже с Бондом. Когда он её увидит? Ого, какая огромная собака! Давай-ка проверим, чьи пёсели! Прости, что ушёл в прошлый раз! Кстати, его Бондом зовут. Ой, нет! Как же меня угораздило совершенно случайно выронить фотографию со своим кратым пёселем! Я такая неуклюжая! Да ещё вопросы вообще по всем темам будут. И не говорите, лорд Эммиан! А-а-а-ай! Такой классный! Аня, кто этот невероятный красавчик на фотографии? Неужели это и правда твой папа? Почему-то о нём не рассказывала. Познакомь меня с ним! Скажи-ка, как его зовут? А он с кем-нибудь встречается, скажи! Бо-бо-бо-бо-бо-бо! Вам поженат на моей маме! Аня, подаришь мне эту фоточку? Спасибо! Бэкки Блэкбелл, что это такое? Папуля нашей Анечки! Ллойд Форджер! Чересчур оригинально! Более того, сейчас я надену на него боевой костюм нашей компании! И выйдет кукла для одевания! Не-не-не, мотив-то у себя элегантный, но тема у нас животные! Переделывай! Учитель! Но люди, по сути, животные! Что? Истина! Продолжать творить, Болэкбелл! Здороват я стал! Ха! Только мой милый Ллойд явно интеллектуал, поэтому называть его животным грубо! Сделаю заново! Смотри-ка, его зовут Бонд! Ты и мусору любишь имена придумывать, да? Операция Бесик провалена! Какая операция? Это что, собака была? Я помогу тебе сделать зверюшку! Можешь даже взять мою бумагу! Что? Чего ты несёшь? Лучше делай свою! Уже сделала! Ты серьёзно собралась это сдавать? Ты с ума, что ли, сошла? Просто, я очень хочу тебе помочь! Делай, что хочешь! Угу! Надо же, Аня, так вот в чём дело-то было! А я всё думала, чего это ты к нему пристаёшь? Я просил сделать лапы. С этими реактивными двигателями он будет летать быстрее! Что больше без спроса не делала! Да ну тебя! Займись лучше крыльями! Я поняла! Та-дам! Какое ещё-то там? Да они же кривые! Ты серьёзно думаешь, что он так сможет летать? Не бойся! На реактивных двигателях полетим! Да не нужны они ему! Сети, короче, и не лезь! Только бумагу испортила! Полная пестолочь! За такого Грифона и первое место? Он приглянулся чиновнику из управления образования, и тот заявил. Пусть крылья обломаны, но он всё ещё величественен. В Грифоне я вижу будущее нашей страны, возрождающейся после войны. Вот. Ясно. В куче бумажного мусора. Особенно его поразило тело дитя Грифона, безжизненно лежавшего у ламп. Говорят, он даже слёз держать не мог. Ну, я рада за тебя. Можешь похвастать и перед родителями. Всё идёт по плану. А? Да как я это убожество родителям своим покажу? Что? Операция Грифон провалена. Первое место. За это... Сильвия Шервуд. Агент Восточного бюро разведки Висталеса и его куратор. Я ей п***а лет. Не замужем. По ней практически нет никакой отчётности. Как же быть? Не скажешь ведь, что на пальто до сих пор висит бирка? Проблема. Сказать это железной леди своему куратору, у меня язык не повернется. Докладывай, как продвигается операция Неясыть. И поскорее. Моя дочка научилась прыгать через два уровня снаряда. Есть успехи и на скакалке. Теперь она прыгает до пяти раз и не спотыкается. Да что он, чёрт возьми, несёт? Я несу тортик! Субтитры сделал DimaTorzok